Значит, Кадыров, сейчас будет для тебя очень важная информация, я не шучу, здесь не будет никакого троллинга и не будет никакой критики даже в твой адрес. Наоборот, сейчас я тебе дам очень важную информацию по одному человеку, которого ты ищешь. Можешь считать, что я тебе сейчас стукану на него, но я реально помогу тебе его найти. Итак, 2015 год, 7 лет назад, Кадыров собирает, дает команду собрать всю бородатую молодежь в городе Урус-Мартан, их собирают, задерживают просто на улице, тупо ездят представители кадыровской власти, видят на улице любого молодого парня, у которого не то чтобы там даже борода, немножко щетина у него и укороченные там или сбритые усы. Все, его, значит, хватают, забирают, какой-то актовый зал собирает большое количество чеченской молодежи. И Кадыров, туда приезжает Кадыров, приезжает Салах, Межи и вся вот эта кадыровская свита. И, значит, Кадыров им начинает там объяснять, проводит с ними профилактическую беседу по поводу того, что бороды носить нельзя на фоне со сбритыми усами. Это очень важный такой вопрос был в то время, 2014-2015 год, сейчас после этого они все там опустили бороды, а до этого это был прям какой-то вот принципиальный вопрос. Усы, как вот в Северной Корее, знаете, у них есть разрешенные прически, в Чечне так же было по бородам, нельзя было укорачивать или сбривать усы и опускать бороды. И вот один из задержанных молодых ребят обращается к Кадырову по поводу своего отца, похищенного в 2002 году российскими войсками и пропавшего без вести. Давайте послушаем, что сказал тогда этот парень и что ему ответил Кадыров. Звучит музыка. Итак, что говорит этот парень? В 2002 году, он говорит, у меня похитили отца, то есть прямо ворвались домой и похитили. Он пропал без вести с тех пор. Есть ли какая-то работа по этим людям похищенным? Я такой не один, в нашем городе таких очень много случаев, а у нас по республике вообще очень много таких тем. И если какая-то работа интересуется, то есть ищут ли их родных тогда пропавших без вести? Кадыров ему отвечает, что значит я полностью разделяю с тобой твою беду. Это огромная беда, которая вас коснулась. И у меня, он говорит, даже вот мурашки по коже, когда я с тобой об этом говорю. Я, говорит, ищу. То есть мы занимаемся тем, чтобы наказать виновных, тех, кто похищал тогда людей. И я, говорит, ищу Студеникина, который тогда был заместителем командующего спецоперациями. Мы, говорит, за ним охотимся, чуть ли его ищем, не можем найти этого человека, чтобы его наказать. Так как он, будучи командующим этими спецоперациями, именно он несет ответственность за то, что похищали людей и они пропадали без вести. Там я немножко обрезал, на самом деле речь Кадырова, она долгая. Он сначала объясняет этому парню, что ждать родственников уже смысла нет, их убили, нет надежды на то, что они будут живы. И вот затем он говорит, что я, говорит, тем не менее, я хочу наказать тех, кто виновен, тех, кто их убил, кто несет ответственность. И вот этот Студеникин, Кадыров его найти не может. Очень пытается, он его ищет, найти не может. Вот сейчас я помогу Кадырову, я дам информацию Кадырову о том, как найти вообще, где он находится. Непосредственно я сейчас ухожу на этого Студеникина. Эту информацию прислал мне один из моих подписчиков, за что ему огромная благодарность. Значит, смотри, Кадыров, Студеникин, ты не представляешь, где он от тебя спрятался. Он спрятался от тебя в ОДКБ. Он теперь возглавил объединенный штаб ОДКБ. Он его возглавляет чуть ли там с 2012 года. Вот ты можешь почитать здесь информацию про него. Если у тебя вдруг есть какие-то сомнения, что это не тот Студеникин, это просто его однофамилец и так далее. Вот в доказательство, смотри, здесь приводится вот эта вырезка из его биографии. Он действительно участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики. И некоторое время он занимал должность заместителя командующего объединенной группировкой войск. Сил на Северном Кавказе координировал подготовку и проведение спецопераций. Это вот тот самый, нет никаких сомнений, потому что это тот человек, который тебе нужен, командующий спецоперациями. Все это время он от тебя очень успешно, оказывается, прятался в этом ОДКБ. Он, представляешь, уже занимает должность, ну, звание у него генерал-лейтенант. Насколько он поднялся по карьере. Я понимаю, что найти его наверняка было бы очень сложно, тем не менее, вот эта информация подвернулась, я тебе ее передаю. Немедленно, сейчас, как только ты меня услышал, отправляй туда спецподразделения, батальоны, Ахмат, уголовный розыск, ОРЧ, ОРБ, всех отправляй. Немедленно задержите этого человека, привезите его в республику и судите его. Его же нужно отдать под суд, Кадыров. У тебя сейчас реально есть шанс ответить за те слова, что ты сказал в 2015 году. Ты сказал этому парню на его просьбу о своем отце, на его интерес, ты ответил ему, что ты ищешь преступников, ищешь Студеникина, сам назвал его фамилию, для того, чтобы его наказать. Мол, ты не можешь его просто найти. Вот, мы тебе помогли, вот благодаря этому подписчику моему, мы тебе дали исчерпывающую информацию о том, где его найти. Сейчас мяч на твоей стороне, тебе просто нужно его наказать. Давайте, проведите работу, у вас в ваших руках есть все необходимое, власть, МВД, прокуратура, все, что вам нужно, у вас есть. Человек, его местонахождение, должность, все у вас есть. Вам осталось только действовать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим новости на ЧКТРК «Грязный», как этот преступник будет сидеть в клетке в каком-нибудь районном суде города Грозного, и начнется судебный процесс над ним. Сначала услышим, что его арестовали по запросу из МВД в Чечне, а потом, значит, привезли, доставили, и начался судебный процесс, и он отправится за решетку. Мы ждем которого, смотри, не подведи, у меня огромная надежда на тебя. Продолжение следует...